Молодежный форум В этим итоги чествуем победителей. Как прошла встреча талантливой молодежи с первыми лицами края? Что должен знать и уметь успешный диджей? Раскрываем секреты профессионала. Танцы в городе. Как отметили свой профессиональный праздник красноярские танцоры и хореографы? Этой весной самая талантливая молодежь красноярского края достойно представляла наш регион на всероссийских творческих форумах. В 22-м фестивале студенческая весна в Тольятти и 13-х молодежных дельфийских играх в Волгограде. Почет и заслуженные награды ждали ребят и по возвращении домой. Как отметила их заслуги руководство края, узнаем из сюжета далее. Снова окунуться в атмосферу творческих состязаний, вспомнить самые яркие моменты конкурсных дней, такая возможность появилась у участников сборных дельфийских игр и студенческой весны 2014. Две красноярские делегации собрались под одной крышей. Почетным гостем встречи стал Сергей Алексеев. У исполняющего обязанности министра спорта, туризма и молодежной политики края в этот день была приятная миссия – чествование молодых талантов. Дипломы, кубки, почетные грамоты нашли своих героев. Все присутствующие с удовольствием посмотрели фильмы, посвященные участию наших сборных в 13-х молодежных дельфийских играх и 22-м всероссийском фестивале «Российская весна». Сергей Игоревич побеседовал с молодыми талантами, узнал их планы на будущее. Красноярск – это город молодежи. Красноярский край – это, соответственно, также регион студенчества, регион инициативной молодежи. И приятно отметить, что наша молодежь, она успешна в разных направлениях, начиная от культуры, спорта, творчества, науки и у многих других. Это доказывают такие крупные форумы, которые мы сегодня подводили итог. Безусловно, и в дельфийских играх, и в студвесне наши ребята занимают лидирующие позиции. Для нас это очень здорово. Я Сергей Алексеев, смотри молодежный форум и давай вместе развивать Красноярский край. В очередной раз можно смело заявить – нам есть кем гордиться. В этом году наша сборная привезла 19 наград из дельфийского Волгограда. Делегация Красноярского края заняла четвертое место среди команд из 81 субъекта Российской Федерации. Масса эмоций и впечатлений, которые еще долго не забудутся. Очень сильно запомнился коллектив из Северной Осетии, Алания. Достаточно у ребят техника на высоком уровне, все шикарные танцы. У них был танец, постановка, которая показывала события войны. Очень глубоко эмоционально, очень задело. Шикарная постановка одним словом. Участники Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» привезли из Тольятти пять наград. Ребята считают, что наша сборная отличает сплоченность и сильный командный дух. Мы веселились, болели. Вот эта сплоченность коллектива, вот эта сборная Красноярского края, это дает дополнительный дух, когда ты выходишь на сцену, за тебя кричит народ «Красноярский край», и ты это все за кулисами слышишь, у тебя мурашки по коже, и ты все больше и больше и больше хочешь выступить и уже порвать этот зал. Успех молодых талантов – это результат упорного труда каждого, коллектива в целом и, конечно, руководителя. Каждый год нужно придумывать что-то новое, необычное. Ведь помимо наработанной техники и мастерства, искушенный взгляд жюри нужно чем-то зацепить или удивить. Ну, мы просто участвуем в жизни не первый год, и мы уже примерно знали, какие критерии и чего от нас ждут. И в том году мы заняли первое место, поэтому, наверное, от этого было не проще, а только сложнее. Мы знали, что надо морально сначала подготовиться как следует, и создать эту обстановку, атмосферу. И, конечно, это каждодневные тренировки уже под конец. Очень сложно было морально настроиться, но мы собрались и делали все, что нужно для нас. Солнечный и радушный Волгоград и Тольятти позади. Впереди у ребят новые конкурсы и новые победы. Пожелаем им удачи! Во главе всех дискотечных тусовок стоит сенсей и гуру танцевальной площадки – диджей. Но чтобы стать популярным и успешным диджеем, помимо таланта нужно много работать и знать основы ведения бизнеса. Своими секретами с нашим корреспондентом делился диджей Анкл По. Современный мир диктует свои условия. Еще лет 10 назад, чтобы стать диджеем, нужно было сначала познакомиться с нужными людьми, получить доступ к диджейскому пульту в клубе и постепенно учиться. Теперь все гораздо проще. В городе появились целые школы для диджеев, но есть еще и такие люди, которые развиваются по старинке. Диджей Анкл По, он же Евгений Лоскутов, начал свою карьеру с обычных домашних вечеринок, на которые его приглашали друзья. Было бы скучно просто в то время включать в Синампо музыку, то есть просто охота была, ну, экшен, чтобы треки включались, как в один сет, то есть просто перли. Постепенно Евгений стал собирать диджейское оборудование у себя дома. Благодаря выступлениям на различных домашних пати стали появляться нужные знакомые. Одним из таких людей оказался Александр Дергачев. Он и взялся помочь Евгению с поиском работы. То есть это для него не просто работа, это для него образ жизни, то есть сейчас он занимается исключительно диджейингом, исключительно музыкой, начинает писать свой продукт. Мы пытаемся всячески поддерживать, помогать ему, пытаемся построить ему какие-то гастроли. Ездили пару раз в Новосибирск, он ездил в Омск, в Иркутск, то есть пока ближе. На данный момент самое большое достижение, конечно, отправка и движение на Дельфийские игры. Но сам Евгений останавливаться на достигнутом не собирается, он мечтает о большем. Цели перед собой, ну не знаю, на большущую сцену какую-нибудь переходить, очень много народа там, потому что народ заряжает, чем большего, тем лучше. Причем народа, который отдача идет, то есть ты их заряжаешь, они тебя, ну своей энергией, то есть без этого никак. И главное, чтобы это было очень массово, много народа, и тогда это прям, мне кажется, это вообще верх. Несмотря на свою молодость, диджей Анкл Па уже сам зарабатывает себе на одежду, покупает оборудование и виниловые диски. Денег бывает, то есть не сильно там много, не знаю, там месяц, может бывает, получается там 1015, да, там, к примеру, может там больше, даже 20. Как бы, ну, распределяю стараясь, там вот это одна вещь, там потусываться, там туда сходить, там то все. И это все вот хватает только за диджей? Ну да. Хотя бы примерно сколько в месяц у тебя в выступлении, вот хотя бы какую-то примерную цифру? Ну 2-3, это стабильно прям вообще. При этом Евгений добавляет, что зарабатывает он благодаря своему менеджеру, который ведет за него все деловые переговоры. Сам Женя по натуре очень скромный и предпочитает заниматься музыкой, а не говорить о деньгах. И выражение «искусство ради искусства» для него, как для творческой личности, очень понятно и близко. Танец – это язык души, способ самовыражения. Он может рассказать больше любых слов. В этом убеждены все красноярские танцоры и хореографы. Поэтому в свой профессиональный праздник они объединились и вышли на улицы города. О чем рассказали служители терпсихоры в своем танце, узнаем из сюжета. В этот день улицы городов мира превращаются в одну большую сцену. И главными героями на ней становятся служители терпсихоры абсолютно всех стилей и направлений. Они исполняют самый массовый и зрелищный танец. И этот год не стал исключением для красноярских танцоров. Не помешали даже капризы погоды. Он в основном проходит на улицах города для того, чтобы приблизить максимально танец к людям. Показать жителям города, что танцоры на самом деле умеют танцевать не только на сценах. Они могут выносить свое искусство в люди. Каждый год пытаемся в идеи вносить какую-то изюминку. И всегда был проход танцоров. И в этом году мы подумали, что будет здорово, если у нас будет человек, который будет историческую справку небольшую давать о месте, где мы делаем остановочку. И перформансы были на каждой остановке, были перформансы. Насколько нам показалось, что нам удалось сделать праздник. Танцоры всех мастей, объединяйтесь! Именно под таким девизом организаторы призывают танцевальную братью отпраздновать День танца. Многие из танцоров из года в год принимают участие в шествии. День танца, я, пожалуй, один из тех людей, который застал этот проект буквально в самом начале. То есть спустя там два года мы начали этим заниматься. Я попала в команду. Очень круто, очень позитивно. Не ожидая, что люди так хорошо принимают такой праздник. Не ожидая, что люди как бы поддерживают. Но в итоге, получается, вот толпа народу идет, качает. Люди радуются, и окружающих это заряжает энергией. Бывает такое, что люди просто, идя в такой же гамме, для того, как и мы, чисто случайно присоединяются и идут вместе с нами. Это круто! В этом году организаторы мероприятия не стали нарушать уже сложившиеся традиции. Танцоры Красноярска прошли по улице Мира, совершая остановки, чтобы сделать краткий экскурс в историю и, конечно, потанцевать. На каждой точке была своя тематика, свой танец – от классики до безбашенного хип-хопа. Это, наверное, безбашенность и, наверное, скорее всего, свобода. Можно выражать все, что хочешь. Все, что у тебя в жизни, оно выливается в танцы. Реально, это так и есть. Можно просто выплескивать. Плохое настроение, приходишь на тренировку, все забываешь. Делаешь дело, стараешься, занимаешься. Это круто! Для меня это что-то такое особенное, и они мне помогли во многом. Танцами заниматься – это что-то личное, может быть, а может быть и нет. Танцами заниматься – это круто, и я считаю, что каждый человек как-то по-своему танцует. Помимо красочного шествия, танцоры соревновались друг с другом в мастерстве. И, кстати, только в этот день на одной площадке могут сойтись представители абсолютно разных танцевальных направлений. Ну да, это прикольно, когда там соревнуются современные и всякие разные стили народные, джазовые и так далее. Это всегда весело, всегда прикольно. День танца – праздник самовыражения. В очередной раз доказал, что танцор – это творческая индивидуальность, живущая в гармонии с самим собой и окружающим миром. Вы молодежный форум! Занимайся танцами! Далее наша постоянная рубрика «Молодежный календарь» – анонс самых интересных событий предстоящей недели. Смотрим! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Руки бы тебе поотревать! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там мой ремень? Ну-ка, марш в угол! Сегодня в ад разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить! Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А на сегодня все. Напоминаю, что все сюжеты, вышедшие в эфир, ты можешь посмотреть на сайте молодежныйфорум24.рф и на телевизионных порталах Дельфик ТВ и вся Россия. Кроме того, ищи нашу группу ВКонтакте. Смотри Молодежный форум. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!